Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследование книги апостола Павла «Послание к Римлянам». Урок 12, сегодня будем мы вместе изучать под заглавием «Смиренной кротости». В ведущий текст из Римлянам 13.14 апостол Павел писал «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти». Примечание Гаврица. Пусть каждый вникнет в эти слова и уразумеет, что Господь не принимает никакого компромисса. Этот урок, дорогие друзья, мы будем исследовать вместе с сестрой Иоаней. Приветствую тебя! Здравствуйте! Итак, первый раздел – «Вдохновенный баланс». Вопрос спрашивает нас. Объясните всесторонние обязанности христиан любой эпохи по отношению к земным властям. Как нам, Аня, надо относиться к земным властям? Особенно в это время мы видим, как власти порой поступают, по мнению многих, неправильно, наверное, так, несправедливо. Как нам относиться к верующим властям? Я заметила сейчас в последнее время, что многие христиане позволяют себе плохо отзываться о властях. Но здесь, как мы видим, и в Библии пишут, что всякая власть, она дана от Бога. Поэтому нам непозволительно судить действия властей. И то, что здесь дается еще пример в примечании, что когда ученикам запретили говорить об Иисусе Христе, то они говорят, что мы не можем молчать о том, что мы видели. Потому что мы можем служить властей, подчиняться властям до тех пор, пока мы все это не противоречит закону. Хорошо. А если власти поступают неправильно, как нам тогда быть? Вот если они делают какие-то плохие вещи, разве мы не можем высказывать наше мнение? Тут написано, что он, Божий слуга, он отомститель наказания делающему злое. То есть это не Господь его наталкивает на то, чтобы он делал злое. Также существует и сатана, который может его пути сделать так, чтобы он решил сделать злое. Еще хочется отметить здесь примечание. Когда, наверное, нам надо слушать властей, и когда мы можем не слушать, мы свободны. Давай сделаем какое-то разделение между этими моментами. Все-таки, наверное, есть ситуации, когда мы можем и не быть покорными властям. Да. Мы идем до той степени, пока это не заставляет нас нарушить закон Божий, который он дал на Синае. То есть мы подчиняемся им, но когда он заставляет нас сделать то, что мы не должны, мы должны отказаться от этого. Да. Это долг каждого христианина подчиняться законам страны до того момента, пока законы страны, светские законы, они не входят в против речи с Божьим законам. Второй раздел сохраняет должное уважение. К какому отношению и критериям учил Христос относительно наших обязанностей перед Богом и властями? Продолжается мысль из первого вопроса, как раз там приводится и пример, как тоже Христа хотели искушать. Давай вспомним. Да. Тут мы видим, что фарисеи, они решили искусить из Христа и посмотреть, что он выберет. То есть кому нужно платить подать. И он взял простой пример, взял монету и спросил, кто здесь изображен на этой монете. Там был изображен кесарь. Я сказала, что кесарю нужно отдавать кесарево, а Богу Божью. То есть да, мы должны платить налоги в той стране, где мы живем. Но также мы должны не забывать то, что мы должны отдавать как бы и Господу Божьим. То есть наш долг по отношению к Богу, он всегда должен быть выше, да, чем наша обязанность по отношению к властям, если, как мы говорили с первого раздела, это входит в противоречие. И Христос вот через этот пример как раз как бы и подтвердил это. Опишите отношения, которые мы всегда должны проявлять к властям на примере верных мужей Божьих. Давай вспомним еще один очень такой интересный случай, когда один из мужей, да, мы знаем, это Даниил. Вот вспомним, что за история произошла в жизни Даниила. Тут тоже очень интересный пример привезен, что, ну это уже не фарисеи были, но они тоже натолкнули царя, чтобы испытать, то есть истребить слугу Божью, да, погубить. И царь он не до конца понял, он уже в конце это понял, но мы видим, как Даниил, он беспрекословно, он повиновался тому, что сказал ему царь. И благодаря этому он доказал и показал царю, что вот на что способен Бог, что он смог даже защитить и закрыть пасть львам. А что должен был делать Даниил, вот из этой истории, что он должен был сделать, и это входило в противоречие с Божьими требованиями, что он должен был делать? Ну ему было бы оставлено такое условие, чтобы он не молился, нельзя было молиться. И мы видим, что он мог не молиться, потому что он был верен Господу. Кроме царя, да, должен был только к царю обращаться. И Даниил, конечно же, не повиновался этому закону, и из-за этого его кинули львинный рог. Но мы видим, что Господь послал своего ангела, и он закрыл пасть льва. То есть каким чудесным образом он спас своего раба. Что интересно, в этой истории Даниил даже не прятался, написано, что он как по своему обыкновению открывал окна и три раза в день молился. И, конечно же, его противники, они понимали, что он так и будет, знали его характер, какой он верный. И они на это и рассчитывали, что он не будет исполнять указ царя. И давай просто поразмышляем, что это не Даниил, а это кто-то из нас. Вот такой указ, где нам запрещают молиться Богу, только к царю обращаться, к властям, допустим. Как мы поступим, и при этом мы знаем, что наказание будет смерть. Бросить в львиный рог. Это мы читаем, как история, как с Даниилом. А когда это коснется нас, наверное, это не так легко сделать. Как нам поступить в такой ситуации, когда будут поставлены какие-то запреты, и, может быть, будет угроза нашей жизни. Я скажу, что мы маловерны, потому что много раз слышала, что, читая примеры из Библии, много говорят, а что тут такого, что тут тяжело было выдержать эти испытания. Да, читая чьи-то примеры, как он поступил, нам легко сейчас рассуждать. Но мы не знаем, какие у нас будут испытания, трудности. Поэтому нам нужно укрепиться, укрепиться в Боге, молиться и находиться с Ним, иметь связь с Ним. Тогда мы сможем выдержать любое испытание. Знаешь, что я здесь хочу отметить? Вот из второй части примечания. Как поступил Даниил? Давай вспомним слова, когда царь рано утром приходит, мы знаем, да, история показывает, что он не мог спать, и он рано утром приходит и говорит, Даниил, ты живой, твой Господь тебя сохранил. И как отвечает Даниил? Что царь во веки живой. Я не сделал ни против Бога, ни против тебя ничего плохого. Хотя, казалось бы, Даниил, не было основания, чтобы Даниила бросить в Библии рогом. Он против царя ничего такого не делал. И в последующем царь это тоже понял, что это было все спровоцировано, специально сделано, чтобы погубить Даниила. И вторая часть нашего примечания говорит, как часто сегодня бывает, что люди позволяют себе провоцировать власть на какие-то меры. Это нехорошо, у нас такого не должно быть. Когда говорится, что выискиваем какие-то недостатки в том, что делает правительство. И начинается критика правительства и так далее. Вот с точки зрения того, что мы изучаем на основании Библии, как ты думаешь, как христиане, должны ли они критиковать, осуждать и так далее правительство, власть? А я скажу очень грубо, что мы не должны в это лезть вообще. Мы видим, что Даниил, он не разозлился ни капельки на своего царя. И нам, христианам, даже не стоит говорить об этом, не стоит рассуждать на это. Да, нам нужно быть в курсе, что происходит в стране или вообще в мире, но глубоко в это лезть не стоит. Наша работа, тут даже призыв такой, чтобы мы подготавливали людей к встрече Иисуса Христова, чтобы наши мысли были заняты другим, но не мирским. Да, особенно актуально, хочется тоже отметить, мы живем как раз в событиях, когда произошел конфликт, военный конфликт между двумя соседними странами, Россией и Украиной. И волей-неволей мы, как соседи, Молдавия, мы начинаем обсуждать, рассуждать над тем, что происходит в соседней стране. Кто-то за Россией, кто-то за Украину. Вот мы, христиане, как я понимаю, что неправильно будет, нам, как ты сказала, вникать или внедряться в эту политику и рассуждать, кто прав, кто виноват. Получилось, что получилось. И Бог допустил этот конфликт. Мы знаем, что Бог не делает войны, делает их сатана, но по воле Божьей все происходит. Из его воли ничего не происходит. Поэтому здесь, наверное, как раз актуально эти рассуждения, чтобы мы не пытались взять в чью-то сторону, чтобы мы не говорили, одни правы, а другие неправы. Политики пусть сами разберутся в своей политике. Мы должны молиться и просить, чтобы Бог даровал мир, как в одной, так в другой стороне, даровал мудрости правителям, как выйти из этой конфликтной ситуации. Ты хотела что-то еще добавить? Да, я тоже хотела еще добавить. Как хитро поступил сатана? Он сейчас делит людей в церкви, те, которые, можно сказать, даже по странам делятся. Россияне, они говорят, что вот неправда, они озлобляются против своих же братьев, и братья в Украине озлобляются против своих же братьев. То есть видим, что сатана не спит, и он прямо в церкви делает разногласия. Да, это недопустимо, такого не должно быть. Стремясь получить Дух Божий. Опишите, как на нас повлияет запись закона Божьего в наших сердцах. И вот выход из этой ситуации, чтобы не было разногласий, здесь пишет Бог в Библии, пишет, что мы должны возлюбить ближнего нашего, как самого себя. Это очень важно. Если мы будем этого придерживаться, то мы будем исполнять закон Бога. Да. То есть весь закон, в принципе, заключен в одном слове «любовь». Сегодня есть много рассуждений на тему того, что какие-то заповеди нужно соблюдать, какие-то не нужно соблюдать. И слово Божье нам, вот апостол Павел говорит, в римлянам, вот такая заповедь, он перечисляет заповеди, которые относятся к ближнему, заключаются в одном слове. «Люби». Потому что любовь есть отражение характера Бога. Бог есть любовь. И правильно было бы, чтобы мы все понимали, что Бог, давая заповеди, Он не дал на какое-то короткое время, потому что Бог не изменит. И сегодня Бог есть любовь. Хотя разные события сегодня происходят в мире, кто-то по-разному может относиться к Богу, но мы понимаем, что Господь сегодня любит каждого человека и желает спасти каждого. И особо Библия подчеркивает, что Бог любит грешника, но ненавидит грех. Для нас это как наставление, чтобы мы стремились, чтобы Бог запечатлел в нашем сердце закон. Но не букву. Это тоже важно. От духа закон, который есть любовь. Какой отрезвляющий призыв звучит для нас сейчас громче, чем когда-либо? То, что скоро придет Иисус Христос, и наша работа еще не выполнена. И мы должны приложить чем более больше усилий, что мы можем приложить для того, чтобы наступил этот день. То есть проповедовать истину, выходить на работу. То есть очень интересный момент я услышала, что сейчас люди к нам, они не придут, мы должны идти к ним и проповедовать. То есть Иисус Христос, Он желает, чтобы небесный порядок и гармония, она царила как на небесах, так и у нас на земле. И то, что в нашей небесной семье, которая будет на небе, не будет ни одного эгоиста. Мы должны здесь оставить свое Я на земле. Мне вспоминаются слова одной красивой песни. Ниба побелевшая стоит. Где же женицы, чтобы собирать этот урожай? И мы видим, что, к сожалению, сегодня сатана тоже собирает свой урожай. Господь ждет, чтобы его народ был впереди, да, и мог потрудиться особо в это последнее время, когда видим очень серьезные события происходят, свидетельствующие об исполнении пророчеств из Матфея 24 главы, из других мест священного Писания. Как сегодня важно нам осознать именно нужду в том, что это время, когда мы должны особо приложить усилия, чтобы возвещать Евангелие как можно большему количеству людей, дабы приготовить к скорому пришествию Христа. Четвертый раздел. Цель и рвение, как никогда раньше. То, как раз, о чем мы говорим. Что является решающим фактором по мере нашего приближения к концу времени. То, что, как я ранее сказала, чтобы мы все цело доверились в руки Иисуса Христа, и чтобы Он смог полностью управлять нами. Мы подвергаемся в мире такому, ну, соблазну всем, всем и людям, это понятно. Но есть некоторые люди, которые могут раскаяться у себя головоком в душе и сказать, что да, я был неправ, что вот, я согрешил. И тогда Господь нам дарует это искупление. Но если чем дальше мы пойдем, то уже пути обратно мы не сможем найти. И здесь примечание, очень такая интересная мысль, я ее зачитаю. Нам еще предстоит великая работа, прежде чем наши усилия увенчаются успехом. То есть эта работа должна сначала быть сделана в наших семьях, потом в нашей церкви, и потом эта работа уже будет сделана в мире. То есть нам нужно начинать с самого себя, с наших семей. Тогда у нас будет успех. Я хочу также отметить, как мне кажется, тоже важные мысли. Есть примечание, особенно, наверное, для молодежи это будет актуально. Примечание записано. Многие люди охотно участвуют в мирских деморализующих развлечениях, которые Слово Божие запрещает. Таким образом они разрывают свою связь с Богом и становятся в ряды мирских любителей удовольствий. «Если бы Бог представил грехи перед ними такими, какими они являются в Его глазах, они испытали бы позор и ужас». Как важно сегодня в действительности задуматься на тему, как я живу, как я поступаю, чем я наполняю свой разум. И пророк тут описывает, что многие сегодня участвуют в разных развлечениях. Господь показывает нам, что мы должны, как написано, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних. Где путь добрый, идите по нему. Потому что мы сегодня оказываем влияние либо к добру, либо к озлу. Как важно это всем понимать. Пятый раздел. Братская любовь. Учитывая тот факт, что все люди разные, как мы должны относиться друг к другу? Мы недоступны, даже вот я зачитаю текст. «А ты что осуждаешь брата своего? Все мы перестанем на суд Христа». То есть нам не дано такое, чтобы мы осуждали своего брата. Мы должны следить за собой. Что мы делаем? Наши действия говорят о нас. А судить своего ближнего мы не имеем права. Потому что мы все разные. И в разных ситуациях мы понимаем по-разному. Поэтому в одной ситуации я поступлю так, а мой брат поступит по-другому. И я буду его осуждать. Это неправильно. У нас разные видения. И никто не говорит, что он сделал неправильно или я. И если даже мы поступили неправильно, то у нас будет судить Господь на нему. Мне понравилась одна мысль. В Духарушском описывается такой текст, как есть, что в саду растут разные цветы. Они выглядят по-разному. Они пахнут по-разному. Но все они прекрасны и красивы. Также, наверное, характера у всех нас тоже разные. Один, как ты сказала, воспринимает одну информацию по-своему, другой по-своему. И мы все должны быть объединены во Христе в истине. При этом у каждого из нас должна сохраниться своя индивидуальность. Мы не можем навязывать кому-то что-то от себя. Ты должен вот так думать, вот так поступать. Последний вопрос. Как Господь рассматривает тех, которые являются причиной разделения в Его Церкви? Это как бы первая часть и вторая часть этого вопроса. Только каким единственным образом мы можем достичь единства и в семье, и в Церкви? Господь ненавидит разделение. И кто это делает, это мерзость перед Господом. Это так пишет в стихах. Каким образом мы можем достичь единства? Это обрести тесные отношения со Христом. Если мы их обретем, это единство со Христом, то тем, значит, мы ближе станем друг к другу в Церкви и вообще в общем. Вот интересно то воспримечание, в конце говорится, что секретом истинного единства в Церкви, в семье является не дипломатия, не управление, не сверхчеловеческие усилия, направленные на преодоление трудностей, какими бы великими они ни были, но единство со Христом. То, о чем ты сказала. Как актуально в наше время, когда происходит разделение в семьях, когда происходит разделение в Церкви, когда происходит разделение между народами, и пытаются найти пути и решения в дипломахии, в каких-то других аспектах, но забывают о том, что настоящее единство может быть только через силу Иисуса Христа, через влияние Святого Духа. И когда такие ситуации возникают в нашей жизни, в семье, в Церкви, мы особо нуждаемся в том, чтобы обращаться к Богу в искренние и горячие молитвы, и чтобы Бог урегулировал те или иные трудности, разногласия, вопросы, которые возникают в нашей жизни, в жизни Церкви. И только связь со Христом, она может дать такие настоящие тесные отношения. Вот к этому сегодня должен обращен быть наш призыв, и в этом заключается секрет, как ты отметила. Когда мы будем едины со Христом, тогда мы будем едины с другом. Дорогие друзья, я благодарю тебя, Аня, что ты сегодня нам помогла изучать этот урок. Все, кто сегодня смотрит нас, также изучайте вместе с нами Священное Писание. Господь любит каждого человека, и Господь желает изменить и исправить. Если, может быть, этот урок коснулся где-то тех моментов, которые вы переживаете, может быть, у вас есть какие-то трудности с кем-то, разногласия, семейные, церковные, или просто в жизни с кем-то, с соседями, или еще с кем-то, то сегодня Господь говорит, что Он может помочь нам решить все эти проблемы. Это на самом деле так, потому что Слово Божие, оно неизменно, оно верно. Оно сегодня так же актуально, как оно было 2000 лет назад. Господь желает вместе с нами разделить наши проблемы, Он желает помочь нам. Нам надо в это поверить и позволить Иисусу решить то, что мы не можем решить. Будьте вместе с Господом, изучайте Его Слово. Аминь. Слово. Аминь.